С 1 мая в России вступил в силу ряд важных нововведений. Некоторым категориям льготников пересчитают пенсии. Поступить на целевое обучение теперь станет проще. Подробности далее. С 1 дня мая пожилым людям, отметившим в апреле 80-летний юбилей, увеличат фиксированную выплату к пенсии. Индексация предусмотрена и для граждан, получивших инвалидность первой группы. Надбавка положена только по одному из оснований. В обоих случаях ее размер составляет 100% фиксированной выплаты к пенсии. Ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают летчикам, гражданской авиации и шахтерам. Из-за вредных и тяжелых условий труда им положены доплаты. Они формируются из средств, которые работодатели перечисляют за своих сотрудников. Поступить на целевое обучение теперь можно с помощью портала «Работа России», где компании будут выкладывать объявления о наборе. В договоре заказчик должен прописать свои обязательства перед подопечным. Оплата жилья, материальная поддержка и гарантии трудоустройства с указанием места работы. А студент, в свою очередь, обязан освоить в полном объеме образовательную программу и проработать у заказчика не менее трех лет. Список граждан, которые не могут уступать право по возврату долгов, за коммунальные услуги расширят. Нововведение вступит в силу 3 мая. В том числе в перечень внесут наймодатели жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда, а также найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Если эти лица захотят продать долги по жилищно-коммунальным услугам коллекторам, сделки признают ничтожными.